всем привет последнее время я стал задумываться о своем отношении к социальным сетям и начал менять свое отношение к ним почему почему я стал менять свое отношение что для меня социальные сети например я делюсь своими мыслями в инстаграме быка и стоит вопрос для чего мне это что мне это дает зачем постить это кому-то интересно я понял что мне это ценно мне мои мысли интересны для меня часто мысль возникает в голове и она неожиданно она является неким результатом наблюдений отрывочных каких-то мыслей и вдруг в какой-то прекрасный день эта мысль оформляется в нечто такое законченная короткая ясно как как вспышка молнии и хочется зафиксировать чтобы это не ушло куда то чтобы не пропало потому что мысли они приходят и уходят и когда ты фиксируешь что она санта частью тебя и я знаю что для меня это приносит ценность мои мысли мои слова и и я думаю что если это приносит ценность для меня то это может приносить ценности другим потому что и мысли о жизни эти мысли о нас всех я не какой-то уникальный человек я такой же как и все у меня такие же чувства мысли поведения то есть у нас есть много общего очень много общего да у нас есть разные интересы разные вкусы но по сути своей мы одинаковы и поэтому то что поразило допустим меня может произвести другого поэтому мне кажется что эти мысли они могут принести ценность не всем здесь не всем но даже если они принесут ценность одному двум людям не сейчас а может быть через год через два когда кто-то найдет эти записи случайно инстаграме или вк или еще где-нибудь на какой-нибудь платформе то мне кажется это здорово и тем более что мы живем в такое уникальное время когда поделиться тем что тебе нравится то что тебе волнует стало проще простого дистрибуция распространение контента видео текста фото звукового она бесплатно пожалуйста youtube facebook instagram tick tock snapchat куда угодно иди выкладывай свой контент и его увидят многие люди и нельзя этим не пользоваться если тебе что-то нравится если тебе ты можешь приносить ценность людям каким-то своими увлечениями какими-то своими знаниями да то нужно этим пользоваться нужно делиться потому что если тебе это нравится то когда ты начинаешь им делиться то происходит магия магия в том что все в этом мире когда ты этим делись и когда ты отдаешь что-то она в том материальном мире она уменьшается то есть у тебя много денег это отдал значительную сумму денег то ты стал беднее но с мыслями с чувством с любовью если ты этим делишься то она только умножается на становится больше ты получаешь как-то отзыв ты вступаешь в диалог в общении с людьми с которыми ты никогда бы не мог встретиться поговорить но благодаря социальным сетям благодаря интернету это становится возможным и поэтому это уникальная возможность и не пользуется ею это просто упускать большой шанс пускать большую возможность и это нормально можно упускать можно не пользоваться можно жить своей жизнью без соцсетей без тем чтобы поделиться то что тебе нравится это нормально ничего в этом плохого нет но этот шанс он есть и почему бы не воспользоваться на нем мы не пользуемся им потому что мир по двум вещам или даже по одной вещи скорее всего потому что мы очень боимся очень боимся показать какие мы на самом деле очень боимся даже не знаю как сказать по-английски это слово инсекьюрити то есть у нас есть какие слабости да наверное да подходящее слово слабость и то есть благодаря нашим слабостям то есть у нас есть слабости мы не можем переносить чужое мнение мы не можем здраво относиться к критике то есть кто-то сказал что ты глупый или некрасивый все ты веришь этому все твой день испорчен это поразительно как как мы позволяем каким-то незнакомцам каким-то людям пусть даже эти люди да пусть даже это люди очень близки тебе твоя мать твой отец твоя жена твой брат ну как мы позволяем им распоряжаться нашей жизнью то есть это 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 удивительно я об этом раньше не задумывался но когда дело встало о том чтобы что-то опубликовать вконтакте или в инстаграме то сразу же встает вопрос а что скажут другие а что потом не выскажет мой коллега мой друг мой родственник когда он меня встретит и после того как прочитает мой пост или же как я отреагирую когда в комментариях какой-то незнакомый человек напишет что ты какую-то фигню пишешь вообще никому это не нужно и вот не ходе вообще никто не хочется строить свою жизнь на этом не хочется забыть зависимым от чего-то мнение опять же я говорю свою правду это моя правда и как другой может это судить как другой может это сказать что это не неправда что это не хорошо что это плохо не делай этого да для тебя это плохо я согласен ты бы никогда этого не делаешь тебе неинтересно все это делай свою правду не хочешь высказывать свои мысли в инстаграме говори я не знаю покемонах говори брусничного варенья чем угодно если это тебе нравится если это твоя правда но осуждать других людей и говорить что фу как можно это такое стоит а шлак это странно это очень странно и и пусть люди говорят так пусть люди это делают но это не должно останавливать это это не должно быть причиной того чтобы не делать потому что вопрос счастье вопрос стоит не о том чтобы нравится кому-то вопрос не о том чтобы кому-то угождать а в том чтобы вычислил а мы счастливы тогда когда мы делаем то что мы хотим когда мы думаем так мы хотим когда мы свободны внутренне свободны до еще вот тоже интересного и связи с этим связи с этими слабостями которые у нас есть люди говорят да кому это нужно кому нужен твой контент это никому неинтересно моя жизнь скучно опять же это опять слабости то что если ты что ты боишься критики ты боишься осуждения я за себя скажу мне очень было бы интересно смотреть какие-то документальные зарисовки минута две-три из из жизни людей которые мне интересны самые простые как они тут магазин что им нравится в магазине почему они выбрали на этот тип лапши что в нем такого классного то что может быть действительно что-то в этой лапше есть особенно и поэтому ее стоит выбирать или это предпочтение этого человека который выбирает в лапшу они мне скажут что-то об этом человеке раскроют его с новой стороны ведь это же очень интересно и поэтому документирование своей жизни мне кажется это крайне интересно это понимаете это почему мы любим реальность шоу потому что мы видим реальную жизнь людей мы социальные существа мы хотим это видеть мы хотим смотреть нам интересны люди нам не интересны и позеры нам не интересны там какие-нибудь актерства до наигранность мы не хотим этого мы хотим видеть живых людей их жизни их судьбы поэтому я категорически против того что жизнь людей нити она интересна хорошо конечно может быть не нужно 24 часа своей жизни показывает но минуту 223 все с удовольствием посмотрят и опять же деталях кроется вся прелесть опять же узнать человека с новой стороны это прекрасно опять же я встречаю кого-то с ним разговариваю и происходит взаимодействие и это отлично но потом когда он без меня когда он с кем-то когда он магазине когда он на концерте когда он идет с работы когда он сидит дома читает книжку я вижу с другой стороны если мне этот человек интересен не интересны все его грани все его стороны поэтому я считаю нет документирование жизни это очень здорово классно и опять же это это освобождение понимаете это освобождение от того страха на который мы все живем перед общественным мнением опять же ведь это поразительно это удивительно как мы чувствительные критики что мы вообще нету какого-то самоуважения нету любви к себе потому что если ты любишь себя если ты имеешь уважение к себе как личности как какие-то слова какая-то необоснованная критика может тебя пошатнуть опять же человек говорит какое-то мнение себе ну разве он знает тебя он знает тебя этот комментатор даже даже твой брат твоя сестра твоя мать они знают тебя они они были в твоей душе они они прожили жизнь как ты они были во всех тех моментах жизни которые тебя сформировали они не были да они были рядом они сопровождали тебя в путешествии по жизни но они не ты ты совершенно другой поэтому да это очень очень интересная тема и опять же как только спадает вот это знаете озабоченность чужим мнением страх перед осуждением сразу же открывается очень много возможностей то есть ты можешь делать то что тебе интересно не боясь этого и опять же благодаря социальным сетям можно достучаться до людей можно если можно распространить даст какие-то свои мысли свои идеи свои интересы если ты чем-то увлекаешься то из этого можно даже сделать свою профессию посмотрите на youtube посмотрите на instagram сколько инфлюенсоров сколько людей которые имеют большое большое количество последователей опять же они часто простые самые люди они просто делают то что им нравится то что у них хорошо получается я уверен что среди вас очень много людей очень талантливых очень знающих которые могут принести много ценностей людям и ценности можешь создать может создать свой бизнес можно создать свою комьюнити сообщество пусть это не будет какое-то монетизирование пусть это не будет как-то материальное вознаграждение но сам по себе факт то что ты вокруг своего интереса то что тебе все нравится то что ты знаешь что что ты любишь ты можешь построить что-то какое-то сообщество где люди могут общаться где люди могут собираться и ты можешь творить самое-то главное что что дают социальные сети ты можешь творить ты не просто выкладываешь фотографии свои с отпуска до в сочи это не творчество а ты можешь сыграть на музыкальном инструменте ты можешь рассказывать о том как ты любишь английский язык ты можешь делиться своими мыслями ты можешь делать что угодно то что тебе нравится и это творчество и творчество она всегда доставляет удовольствие она всегда дает радость самоудовлетворение как много людей почти все кого я знаю они работают на работе которые не нравится которые не доставляют никакого удовольствия а то что им нравится их хобби но она не приносит денег на нем не заработаешь но благодаря социальным сетям ты можешь сделать это частью своей жизни больше чем она сейчас есть опять же магия в том что когда ты делишься какие-то задействованы силы то есть ты вступаешь в общение в коллаборацию с многими людьми и черт его знает что может случиться все может случиться может быть твой пост твое видео твое пение кто-то увидит это заметит что-то возникнет и в один прекрасный момент тебе уже не нужно работать своей работе ты занимаешься своими любимым хобби как своей профессией все может быть много случаев опять же понятно что не все этого достигнуть и не нужно к этому стремиться нужно просто отдаться творческом процессе просто делать то что то что ты любишь и опять же если ты любишь свою работу то пусть в соц.сетях будет развиваться твое хобби пусть ты будешь отдавать этому свое время и ты будешь счастлив, ты будешь радоваться каждому дню, ты будешь думать, какой новый контент тебе придумать, как тебе порадовать свою публику, ты начинаешь общаться в комментариях, ты благодаришь за хорошие комментарии, ты не обижаешься на плохие комментарии, наоборот, ты понимаешь, что если человек негативен, если он источает желчь, то, что его, наверное, нужно пожалеть просто, просто пожалеть и воспринять это как тренировку какую-то, как испытание себе, опять же, когда у тебя есть сострадание, когда ты понимаешь, что только несчастный человек будет негативить в комментариях, троллить, то уже и нет обиды, опять же, он тебя не знает, нет, допустим, ладно, ему не понравился твой контент, но твой контент несовершенен и ничей контент несовершенен, поэтому придираться можно ко всему, можно и, не знаю, к Мони Лизе придраться, что она недостаточно хорошо нарисована, можно было лучше, да, поэтому, да, очень это интересная тема и очень освобождающая, понимаете, очень освобождающая и документировать свою жизнь, просто делиться чем-то и не бояться, не бояться, это очень много, это очень много и, наверное, в этом большая услуга социальных сетей в том, что может произойти вот этот сдвиг, вот это изменение сознания, когда страх уходит, потому что мы социальные существа, мы должны жить в обществе, и если мы постоянно находимся в страхе общественного мнения, то мы и не живем, по сути. Мы просто двигаемся по каким-то рельсам, да, которые нам выложило общество, и, но эти рельсы, они ведут не туда, куда мы хотим, эти рельсы проложены в какое-то известное направление, но мы все уникальны, мы все индивидуальны, и нам не всем нужно в одну сторону, и благодаря вот этому освобождению, допустим, через социальные сети можно найти свой путь, даже пусть через соцсети ты не станешь суперзнаменитым, звездой ютюба, но ты освободишь себя, ты начнешь творить, ты начнешь делать без оглядки на других людей, и, может быть, в реальной жизни уже, не в твоих социальных сетях, а в реальной жизни ты уже скажешь, а я брошу эту работу, мне уже, мне не важно, что скажут про меня, пусть я уйду на работу, которую мне не оплачиваю, но зато она мне нравится, то есть это даст силу, это даст силу для более таких коренных изменений в жизни, поэтому вот такой мой маленький манифест по поводу социальных сетей, по поводу публикации контента на них, да, вот так вот, ну все, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok